Девушки отдыхают Верно, госпожа? Конечно, это так. Для всех. Да, для всех. Хотя повелителю порой и не нравятся ваши своенравные поведения и упрямство, он любит вас и уважает. Он может не принять отставки. Я сделаю все возможное, чтобы убедить повелителя. Конечно же, если я воссоединюсь с дочерью. Как только отставка будет принята, я уверена, что ваша дочь приедет поддержать вас. Ирустем Паша уехал. Да воссоединит вас Аллах, госпожа. Аминь. Простите, госпожа. Пока Паша не приедет, лучше вам остаться здесь, с нами. Если потребуется, я буду приезжать. Госпожа, благодарю вас, что пришли. Такая честь. Какое уж без меня веселье. Конечно, я пришла. Хори Джихан, как поживаешь? Я надеюсь, ты не скучаешь во дворце? Когда рядом шех Заде Джихангир, скуке нет места, госпожа. Он не оставляет меня одну. Как хорошо. Госпожа, подготовка к свадьбе уже завершена, и я с повелителем поговорила. С позволения Аллаха на следующей неделе будет совершен никях. А ты разве не знаешь? Повелитель перенес никях. Я не была здесь столько лет, и не хочу уезжать так быстро. Скоро зима. Надеюсь, сыграть свадьбу весной в дворцовом саду. Ну что, почему все такие грустные? Ну где же музыка? Танцуйте! Прошу, пройдемте к столу. Ему пришлось... А я-то думала, что мы с вами договорились. Но это ненадолго. Что же поделаешь? Тебе надо было уточнить, когда именно будет свадьба. И учесть это в договоре. Не знаю, что у вас на уме. Но если... Я увижу... ...хоть одно враждебное действие... ...все тут же узнают о ваших тайнах. Конечно, однажды я уеду, Хюре. Думай о тех, кто останется. Скоро родится Шахзадей и свергнет тебя с твоего престола. Если бы я была на твоем месте, я бы уже очень забеспокоилась. Мама, с вашего позволения я поеду к себе. Хюмашах не может без меня заснуть. Останься, Мехримах. Афифа Хатун, отправь гонца. Пусть Хюмашах привезут сюда. Я это предлагала, но наша госпожа не пожелала. Лучше вы приезжайте, госпожа. Я буду очень рада принять вас у себя в любое время. Раз ты зовешь, конечно, приеду. К тому же, теперь рядом с тобой нет этого человека, который не умеет смеяться. Мы повеселимся. Не стоит слишком много веселиться, госпожа. Жизнь не состоит из одних развлечений. И ведь вы теперь обручены. Такое поведение не подобает вам. Валиде, допокоиться она с миром, говорила мне то же самое. Если бы вы хоть немного прислушивались к словам матери, вы не увяли бы в столь юном возрасте. Госпожа, разрешите, я провожу вас до вашего дворца. Отправь это Махмуду Аге. Пусть остается там, где он сейчас. Пока Хазыр Хайреддин Паша не уйдет, наконец, в отставку, он не должен освобождать девушку. Завтра утром я все уложу, госпожа. Только не посылай дворцового гонца. Отправь человека, которому полностью доверяешь. Кроме того, скажи привратнику Мехмеду Аге, чтобы пришел ко мне. Мне нужно поговорить с ним. Как будет угодно, госпожа. Вчера я ходила в усыпальницу Мехмеда. Излила свою душу. Успокоилась. И все же сердце так болит. В тот день, когда Мехмед родился, я видел его во сне. Он мирно спал на моем троне. Такой светлорейкий и невинный. Я понял тогда, что Мехмед должен взойти на трон. А оказалось, Всевышний в первый день жизни сына показал мне его судьбу. Теперь у меня будет еще один ребенок. Спустя столько лет еще один ребенок. Каждый день я молюсь Аллаху о том, чтобы он родился здоровым, Юрем. Может быть, Всевышний все же протянул мне руку, чтобы я выбрался из той темной ямы, в которой я оказался после смерти сына. С твоего позволения. Юрем. Мои слова расстроили тебя? Да нет, что ты. Я обещала Джихангиру зайти. Он ждет меня. Я позже приду к тебе. Вы поняли меня? Афиф Ахатун. Сюмбюляга где? Я давно его не видела, госпожа, я не знаю. Ну почему всегда, когда он мне нужен, его нет? Госпожа. Фахрия, иди сюда. Беги к Назанин Хатун. Она не должна выпить лекарства. Она наверняка уже... Дело, что я говорю, иди. Госпожа, главный привратник Мехметага пришел. Госпожа. Мехметага, я слышала, что тебя во дворцовой школе звали Соколу. Моя семья родом из деревни Соколовичи, близ Вышеграда, в Боснии. Поэтому меня так и называют, госпожа. Значит, ты из Боснии-Герцоговины. Рустем Паша хвалил мне твое усердие. Сказал, в его отсутствие ты будешь управлять делами. Паша Хазрятлери очень великодушен. Тебе есть поручение. Если справишься с ним, ты многого добьешься. Как и Рустем Паша, сможешь подняться вверх по лестнице. Должность и ранг не важны, госпожа. Завоевать Вашу похвалу будет для меня самым большим из подарков. Шейх Улислам Фенаризада и Фензи должен покинуть занимаемый им пост. Как ты знаешь, здесь есть два пути. Либо он предстанет перед Всевышним. Либо попросит отставки. Как думаешь, какой путь лучше? Конечно же, вам это лучше знать. Но я предпочел бы, чтобы он ушел с поста по своей воле. И я тоже так думала. Однако, это невозможно. Конечно же, если он не будет вынужден. У всех и каждого есть свои тайны, госпожа. Особенно у людей, которые находятся на таких должностях. Если пожелаете, я все расследую. Если он совершал какие-нибудь ошибки, то непременно оставил за этим след. Я этот след обнаружил. А если нет? Тогда мы придумаем такую ошибку. А мы думали, что Фензи Резаде и Фензи безгрешен, словно ангел. Как он такое допустил? Наверное, не обратил внимания. Как известно, чем выше люди поднимаются, тем они становятся высокомернее. Они вокруг себя ничего не видят. Такими, как он, мы не будем. Усердие, которое ты проявил в этом вопросе, заслуживает похвалы. Вы очень великодушны. Вы желаете, чтобы я организовал вам встречу с Фензи Резаде и Фензи? Непременно. Пора указать ему верный путь. Да вознаградит вас Аллах, Муфти и Фензи. Вы не отказали мне и пришли сюда. Для меня это честь, госпожа. Чем я могу вам помочь? Например, можете попросить своей отставки. Что это значит, госпожа? Я не понял смысла вашей шутки. А я не шучу, Муфти и Фензи. Это единственное, чего я хочу. К тому же, у вас нет другого выхода. Печать ваша, не так ли? У меня еще много таких документов. Какое совпадение. Все лица, которые служат на этих важных должностях, ваши ученики, оказывается. Как же так? Почему? Если бы это сделал Кадий или же Кадиаскер, то его сразу отстранили бы от должности. Ведь это настоящая протекция. Но вас никто не может снять с должности. Однако, если об этом кто-нибудь узнает, и вы, и ваша уважаемая семья сразу же лишитесь доверия. А я знаю, что вы этого очень боитесь. Так вы мне угрожаете? Напротив, Муфти и Фензи. Я делаю вам одолжение. Я даю вам возможность уйти достойно. Я не ждал тебя, Фензаризадо и Фензи. В чем дело? С какой целью ты пришел? Повелитель, у меня было много времени, чтобы подумать над тем, что вы мне сказали. Я занял эту должность согласно вашему желанию и по вашей же воле покину ее. В государственных делах нет места чувствам. Пока ты будешь достойно исполнять свои обязанности, это должность твоя. Покойный Перимех Медпаша вложил в меня много труда. Да пребудет он в раю. Аминь. Как известно, он был нашим последним великим визирем. Он любил повторять одну фразу. Не жди, пока власть откажется от тебя. Сам откажись от власти. Что ты хочешь этим сказать? Ты отставки просишь? Если вы сочтете это возможным. Аллах додарует каждому силу воли отказаться однажды от власти которые находятся у него в руках. Я принимаю твою отставку. Нет ли вести от Хэридина Паши? Как он? Лекари его обследуют, повелитель. Но сказать ничего не могут. Паша сейчас отдыхает. Отправьте весь Рустема Паши. Пусть немедленно возвращается. Кроме того, я назначаю на должность, которую освободил Фенери Заде, кодиаскера Румели и Бусууде, Фенди. Сулейман, ты сегодня рано. Случилось что-то неладное? Муфтий Фенди сегодня попросил отставки. Я назначил Бусууду Фенди. Слава Аллаху. Он заслужил эту почетную должность. Но я огорчена из-за Хэридина Паши. Говорят, ему стало хуже. Я тоже огорчен. Нужно его навестить, Сулейман. Твой визит придаст ему сил. Твой визит придаст ему сил. Твой визит придаст ему сил. Поздравляю, Соколу. Ты молодец. Госпожа, шех Заде Мустафа прибыл в столицу, никого об этом не оповести. Шех Заде вступил на путь, с которого не свернуть. Наш повелитель вернется во дворец, с недаемой сомнениями. И я обещаю, что сделаю все, чтобы эти сомнения оказались правдой. госпожа моя, ваши волосы. Что происходит? Скажи, что это за знаки? Я не знаю. Это вы скажете. Не я, госпожа. Что вы видите? Все достаточно. Уберите это! Не бойтесь, госпожа. А иначе настанет день, и ваши страхи обязательно найдут вас. Родится шех Заде. Шех Заде этот станет обладателем трона и всех османских земель, госпожа. Этот шех Заде всей османской династии даст продолжение. Достаточно! Уходи! И больше не появляйся! Госпожа? Сиди. Простите меня. Я вас не заметила. Я за тебя волнуюсь. Как здоровье? Хорошо, у меня все в порядке. Я молюсь о том, чтобы прижать к груди своего малыша. Я тут слышала, что Хюрем Султан ищет спасение у гадалок и разных ведьм. Но ведь она сама ведьма. Она ведьма? А как иначе она столько лет могла продержаться, если бы колдовство было религией, и Хюрем бы стала ее пророком? Да не бойся ты так. Это ведь ясно. Каждый, кто ее имя услышит, пугается. Пойди к лекарше. Пусть она скажет, сколько времени осталось до родов. Госпожа, повелитель вызвал к себе шах Заде Мустафу. Не верьте словам гадалки, госпожа. Никто, кроме Аллаха, не ведает, что может произойти. Это невозможно. Но все же это может случиться. Или же мы смиримся, или же сделаем так, что этого не случится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин.